Мы просто хотим вам рассказать о них то, чего мы сами о себе не знаем. Хорошо, Геннадий, давайте поговорим о том замечательном месте, в котором... Вы поговорим обо мне. Я не о месте говорю, не о зле. Я говорю о месте, в котором мы сейчас пребываем с удовольствием. Как назвал ее Ласкову студии, на самом деле, ребята, никогда не слушайте, это никакая не студия. Это нормальный, абсолютно симпатичный клуб московский, который находится в самом центре Москвы. Здесь, в принципе, если вы, например, чуть-чуть мешка там был вдоль, вы можете пойти, например, скупаться в патриарших прудах. Правда, давно это никому не удавалось, потому что мы их уже засыпали давно, или все это существует. Не менее, летом можно, а зимой можно выйти покататься на животе, так сказать. Нырнув в этот пруд, аккуратно покататься на животе. На живота? Да, давай посмотрим, о чем они говорят. Вот смотри, вот времени, времени сейчас через 2 минуты будет рома плавить. Вот, оставят ли они своим коллегам шанс еще попробовать порепетировать, а также еще раз. Давай, может, введем одного и четыре. Давай, хватить не будем, куда сейчас пока. У нас в передаче. А ты в каком хочешь прорывом на половине, располовить? Нет, я ничего не хочу, я просто жду одних, они скажут, все, готово, ребят, приходи. А они, кстати, и тогда ты возьмешь свой волшебный телефон, наберешь, и мы встретим девчонок, которые должны приехать. То есть ты уже все-таки разбил, что девчонки... Девчонки, а я сразу сказал, что это будет женская песня. Женская песня будет. И девчонки стоят спокойно по себе и ждут наверху. Так ты, конечно, у меня просто так попроще, то, что попроще. То, что попроще, то, что попроще. Ну, то есть они находятся в бункере. Сначала, сначала. И они должны спуститься в этот бункер, в бункер, и впервые услышать то, что ребята сейчас тут сочиняют. Если это не будет оскорбительным. Мне нравится там смотреть, смотри. Может, Анастасия, я смотрю, там уже колотит мелким шрифтом. Видишь? Творцы, творцы. Творцы творят. Скажи, пожалуйста, ты вот, когда учился в 2-м классе, наверняка учительница 2-го сентября, как минимум, спросила у тебя, «Геночка, а кем хочешь стать ты?» Ты же, естественно, ответил, кем ты хочешь стать, правда ведь? Да. Ты хочешь стать клоуном, паяцем, артистом, московским, да? Честно, Серёжка, я не думал о том, кем я хочу стать. Я, знаешь, я в школе очень хорошо учился. Я не удивляюсь. Я был отличником, но я был отличником с ужасным поведением. Поэтому меня все очень любили. Что в твое ужасное поведение? Я всем давал списывать. Я всегда срывал уроки, я первый. А не, а здесь, чтобы вот эту опять вернуть. Учителя меня просто ненавидели многие и говорили, что враг не дремлет. Как ты думаешь, все наши гости не услуги ещё сейчас. Гости? Да, гости спят уже, да. Ну что ж, а мы продолжаем трансляцию из клуба «Цвет ночи». И напоминаем нашим зрителям, что если они подключились именно сейчас, то они сейчас увидят передачу, которая называется «Обокнать трек». То есть сделать песню за 45 минут, то есть за урок. Я недаром начал тебя спрашивать. Мне, кстати, очень нравилась твоя, ну, такой лозунг, да, к слову. А ну-ка, селекарный, как немножко. А ну-ка, people. А ну-ка, people, это как бы давно почти говорит. А ну-ка, people, давай. А ну-ка, people, типа. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. Да, да, да. Времена менялись. Да, вот сейчас вот эта фраза «people хавает», да? А мы меняемся, мы ее трансформировали. Четыре, мы ее обгарываем. Нет, ну, можно сказать, что «people хавает» фраза поменялась на фразу «people с хавом». Эту передачу теперь хочет хавать еще. Двух предмет, предположим. Ну, это мы скажем после, хотя бы, когда мы выпустим эту передачу. Слушай, а тебе никогда не удивляла, например, фраза «люди», когда относились к тебе? Вот эти вот «люди» и в третьем лице к тебе. Меня, знаешь, что, бесит? Меня бесит, когда ко мне обращаются ребята. Ребята, давайте вот не будем. А ты стоишь один, да? Да, да. Я говорю, ну, какие ребята, где вы видите ребят? Я, ну, Данил, кстати, не говорю, какие ребята, о чем вы говорили. У меня просто сорок. Мне нравится. Не надо мне говорить ребятам, что ты знаешь, что я не люблю, а что я завожу. Да, да. Только о ком мы еще не рассказали. Мы не рассказали о наших замечательных ребятах. Которые ребята, на самом деле. Ну, это в хорошем смысле. Ну, да, я хочу рассказать о наших ребятах, которые... Это настоящие мужчины? Настоящие мужчины. Три настоящих мужчины. Один из них к тому же бойцы. Минка. Как ты? Вот представь себе, вот ребятам, которые ты хотели говоришь, что тебе не нравятся, что они ребятам. Но ребята, на самом деле, работают. Обратите внимание, они работают. Если бы вообще благодаря этим ребятам, собственно говоря, нас могут видеть и слышать. Благодаря этим ребятам... Мы-то можем с тобой все же угодно говорить, и даже может быть прикольно, только об этом кто-то не узнает. Если не будет ребят. Если ребят не будет, то другие ребята не услышат. А ребята не дремлют, правда ли? Ребята, да. Ребята, спасибо вам большое. Вот смотрите. О, какая прекрасная. А это ребята дают о себе знать, что они здесь. Послушайте. Ребята, это же ведь производное слово ребятам. Ребя. Ребя. Ребя это рыба ер или что-то такое другое. Вчера пришла в голову прекрасная мысль снять микроролик, когда человек долго стоит и разговаривает с аквариумом. А разговаривает, разговаривает. Это ролик какой-то. Послушай, а потом рыбки сложились слово до пошел. То есть они ему объясняли, объясняли, а потом они взяли так и стали так хвостиками. И так сложились к этому. Это какой-то политический ролик. Политический ролик. Ты в курсе, что... А ты, кстати, за кого голосовать будешь? За кого голосовать будешь? За кого голосовать будешь? Да что ли? Вот здесь получается. Нет, как за кого будешь 4 марта. Значит, потом от этого 2028 года. Нет, 12. Давай, не уходи. А так летом. Может быть, просто я не... Девушки 30. Такой выбор уже прошли. Да, да, да. Я пасху. Разве ты не в курсе? Просто это заморить не надо. Завтра 8 марта. Ты гость из будущего? Выборы уже прошли. А ты гость из будущего? Нет, просто это женский диапазон. Скажите, друзья мои, у вас есть еще сколько времени для того, чтобы вы оставили своим дорогим исполнителям исполнение этой песни? Мы уже можем... Рыба есть. Да? Да, ну что ж, друзья. Сергей Арнольдович, проиграйте какую-нибудь па-па-па-па. Па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Ну что ж, друзья. Мы хотим запускать исполнителей. Рыбок, запускать рыбок в Аквариум. Запускать исполнителю я хочу напомнить всем, что сегодня в нашу передачу по большой красивой браморной лестнице спускаются замечательный коллектив, очаровательные исполнительницы. Это группа Федерация, друзья мои, под управлением почетного работника культуры города Москвы. Вячеслава Иосифовича Бейлина. Девчонки, в студию. А вот и они. А вот и они. А вот и они. Паянчик, можете. Какие женщины. Сережа. Да, да, да. Дай немножко. Уж вечные. Воздух. Да, воздух. Дай воздух. Паянчик вам там не мешает? Разобери этот тоже. А? Ну что ж, привет, девчонки. Привет, привет. Вот она группа Федерация, друзья мои. Ну что ж, я хочу представить вам группу Федерацию. Смотрите, какие три очаровательных, я хотел сказать, блондинки. И понял, что ты тоже блондинка, только немножко такая русая блондинка. Сережа, Сережа, можно я тебя попрошу? Да. Это эксперимент, как и все сегодня происходящее. Ты можешь еще, кроме слова, очаровательные, какие-нибудь эпитеты про этих девушек? Пожалуйста. Замечательные. Так. О, талантливые. Так. Ты крадешь у них время, я не пойму. Я ничего не краду. Я держу список на тобой, потому что я представил группу Федерации, ты должен их по именам представить. Федерация, первый номер, Алена Азарова. Алена Азарова, где у нас? Аплодисменты, друзья, у кого есть руки. Аплодисменты. Аранжировщик сойдет с ума скоро. 4 действия. Читай. Катерина Кабанова, номер 2. Катерина Кабанова. И номер 3 Лариса Верболицкая. Я прошу прощения за моего соведущего. Вы знаете, не всегда бывает возможность нормального человека пригласить в нормальную передачу. Поэтому нам приходится приглашать иногда и не всегда нормальных людей. Потому что когда он начал объявлять девчонок номер 1, номер 2, номер 3, все посмотрели туда, куда надо посмотреть. Ты думаешь, я не подготовил именно этот? Я понял, что ты говорил. Я так тонко хотел, ты взял. Не надо плевать мне на печатку. Извини, пожалуйста. Девчонки, скажите, пожалуйста, вы в курсе, что происходит сегодня на нашей съемочной площадке? Нет. Да, да, сочиняют песни. Видите, сколько времени осталось вам для исполнения этой песни? В шоке? Звезды в шоке. За такое количество времени вы когда-нибудь писали песни, вам осталось немного времени для того, чтобы уложиться в эти 45 минут болтать. Потому что мне это про звучало так. Продолжение следует...